Друзья, всем привет! Вот начинаются у нас гаражные будни Такие приятные моменты Покупочки хочу показать Старился запчастями немного Съездил на авторазборку И примерный обзор цен, порядок цен Сейчас я вам расскажу Вот, например, бачок умывателя Который отсутствует на машине Я шутил еще с попутчиками Что в комплектацию не входит Два моторчика Датчик Ну и сам бачок с горловиной Все это стоит 2000 рублей Ну это с разборкой, соответственно Дверная карта Или как, обшивка дверная То есть у меня вот эта часть порвана Если вы помните, просто зашита 1000 рублей стоит Причем дверная карта, допустим, если с японскими машинами сравнить Посмотрите здесь Вождалфоводы Здесь она сама сделана из такого Композитного какого-то материала интересного Ну то есть достаточно сложная такая Не просто обшивка Кусок пластика Соответственно, со шпоном Вот с таким Подкрылочек Такой вот Лучше бы купить оригинальный Чем Китай взять Новый И с ним мучиться при установке Ну и вот такая нижняя планочка Тоже как бонусом дали мне 1000 рублей стоит Вот это новая запчасть Оригинальная куплена Это пробка Получается расширительного бачка Вот смотрите Мадын Словакия Ну это оригинал я заказал 950 рублей такая стоит Давайте Сейчас как раз вскроем Что там у нас А, Словакии пахнет Вот так она выглядит Ну немного отличается У меня вот картинок этих нет На той пробке Это причем не наклейки Это прям нарисовано Вот 950 рублей напомню Ну и в качестве бонуса Мне заглушку То есть бампер Вот этот Который не хватает Под буксировочный крюк Нигде в машине я ее не нашел Бонусом там За 200 рублей вроде Ну мне ее как Подарок дали Вот такой вот порядок цен В принципе вот Можно сейчас примерно понимать Как эта машина Будет меня раздевать Вообще На протяжении Вообще всего нашего Знакомства с ней По большому счету Я не знаю С японцами С той же колдиной Разницы особой нет Вот именно в этих запчастях Я не знаю Что здесь Космических денег Будет стоить Ну я думаю Мы посмотрим Парни Еще одна Приятная покупочка Я в одном из прошлых видео Говорил Что шины присмотрел И вот соответственно Они Комплект Разноширокий Вот это передние 245 на 45 на 19 Производитель Falcon Это задние лапти 275 на 40 Соответственно Это родной размер От разношироких дисков Которые на машине стоят Напомню 9 и 10 G Соответственно Перед зад Весь этот комплект Ну как вы думаете За сколько я купил Естественно 3000 рублей То есть цена была 4000 на него 1000 рублей На торг ушло На выходе Имеем 3000 рублей Крыж нету Заплаток нету боковых Получается На передних покрышках Вот бока Немного Середина жирная А бока Немного подъедены Но я думаю Мне Не знаю На сезон Вот так Прям за глаза А соответственно Задний протектор Он более такой равномерный Ну и немного поменьше Чем передний И что еще хочу сказать Вот в принципе Вся эта резина Все шины Которые вы здесь видите Вот этот комплект Вот снизу идет Вот эти 4 колеса На 17 размер За 2000 я купил Ну причем Так по случаю Я поехал за зимний Срав 4 человек продавал Мне надо было зимний 17 комплект Тоже за 2000 рублей Кстати Вот И этот тоже Ну смотрю лежит Как бы мне человек предложил За эти же деньги Я забрал Вот Ну и этот Соответственно Тоже самая история Как бы я считаю Либо новые надо покупать Либо Можно вот такими вариантами Пользоваться Лайфхаками Тем более К летней резине Особо Не такие требования Как зимние Спасибо Всем кто подписывается Тем кто неравнодушен Пишет в комментариях Какие-то подсказки Мне На моем Жизненном пути В моем знакомстве Во-первых С этой BMW Ну и вообще В принципе Так по жизни Я всем отвечаю Все абсолютно 100% Комментарии Читаю Общение с вами Очень важно Все парни Всем приятного просмотра Поехали смотреть ролик Эта тачка Тачка тоже Житель моего канала Мазда Кэрол Очень такой Редкий автомобильчик Очень прикольный В нем Всего три цилиндра Автоматическая Коробка передач И я его купил Всего за 39 тысяч рублей Недавно Значит Случился Казус такой Машина Начала троить Я обнаружил Опытным путем То есть Загнал Машину В темное помещение Ну Непосредственно В гараж Закрыл все двери Завел И увидел Пробой Пробивал центральный провод И один из проводов Который идет к цилиндру Пора обновить провода Без проблем Окей По номеру кузова Захожу по каталогу Думаю Сейчас закажу Без проблем Выберу там Или бошевский Или еще какие-нибудь провода Ну на крайняк Там оригинал Конечно Если Потому что машина редкая Может думаю Не найду Начинаю искать Не ищется Искал по всем сайтам Которые запчастями занимаются То есть обращался напрямую К продавцам Отправлял номер кузова Отправлял потом номер проводов Уже Которые я нашел Ничего Говорят Нет такого параметра Вообще Здесь все вот это Вот так вот оболтается Все неродное То есть я конечно Очень был бы рад Найти родной комплект проводов Нашлись такие решения Либо взять зеловские провода Комплект проводов зеловских И из них нарезать Себе проводов Их там прикрутить Прилепить как-то и вперед Но есть вариант еще Поинтересней Это взять высоковольтные провода Которые используются Для производства неоновой рекламы Они держат 20 кВ Провод называется ПМВК Но есть такой нюанс Что найти таких проводов В Новосибе Ну очень трудно Получается в Москве В Питере без проблем Но как бы отправка Стоит как сами провода Но все-таки я нашел Нашел эти провода Взял там 3,5 кажется метра За 200 рублей Сейчас как временный Опять же вариант Ну такой Более постоянный Но тоже По-хорошему временный Буду сейчас сюда Как-то крепить Высоковольтные провода От нелоновой рекламы Погнали Так, ну вот Начинаю разбирать проводок Все, наконец-то С красным тюнингом Покончено Так, ну вот Так выглядит проводочек Сразу скажу Один я уже сделал Пробный Самый маленький Провод здесь какой у нас Кабель зажигания От минус 50 до 260 градусов Цезарь Такое название Мощное прям Цезарь Вот таким образом Это все крепится Здесь С этой стороны Получается Вот так он разбирается И получается Вот там Наконечник Вот этот сам Сам контакт Его нужно сейчас Вытолкать отсюда Выталкивается он Неохотно, конечно Вот, видите Таким образом Это все крепится Вот, я так понимаю Сам контакт Который Вот здесь Зажимается За вот эту ребристую часть Вот так все это выглядит Сейчас я все это зачищу Почищу Вот 9,3 Так, 9,3 Сопротивление Сейчас все Все это соберу И соответственно Проверим Новое сопротивление Вот Зацените работу Так, а сейчас Можно замерить Сопротивление Вот этот провод Ноль Видите Ровно ноль Не больше Не меньше Прям по нулям Вот Такие вот провода Нулевого сопротивления Ребят Сейчас я по свечке Определенно Какую глубину Нужно погрузить Контакт будет Ну вот Все провода Я установил Центральный провод Три провода К свечам Сейчас пробуем Контрольный запах Пока я все это делал Уже успел Остемнеть Кстати Это еще не все Во-первых Я сейчас поменяю свечи А во-вторых Есть еще Один такой Бонус Смотрите Вот взял Такие гофры Автомобильные Сейчас я их Поставлю И Будет еще Гофры Такие дополнительные Ну Для защиты Вот этих силиконовых проводов Тем более Такой силиконовый провод Он в принципе Не предназначен Для использования Подкапотового автомобиля Он такой мягкий Весь такой Нежный Такая гофра Она лишней точно Не будет Вперед Вот посмотрите Такая конструкция Вот получилась Вместе с гофрой Достаточно Так симпатично Смотрится Сейчас остальные провода Так же В гофру Одену Ну и наверное Завтра Уже днем сниму Сейчас уже На улице Смотрите Стемнело С утра сниму Покажу Как все получилось Ну вот смотрите Какая красота получилась Вот такие гофры Конечно Они разрезаны Особо Герметичности нету Но Все равно Силиконовые провода Вот эти Которые не предназначены Для использования В автомобилях Они будут больше Служить Я думаю В таких гофрах И свечки Вчера Epic Fail Получился Я вот новые купил Уже маленькие Под 16 ключ Сейчас быстро Махну Ржавые Старые Уже Не то что пробитые Они просто ржавые Уже Ну что Контрольный запуск На новых проводах На новых свечах Четко Кстати вот смотрите Приехал Подписчик Андрей Проездом Из другого города С Маслянина Да? Да С области Вот встретились Чайку попить В гараже Вот такая Здесь вот Движуха Гаражная Там вон На багажнике Стол накрыли Вот сынишка мой Демка Тоже участвует Весна Да-да Весна наконец-то Наступила Но Беха Здесь в плену Вот Примерно вот такая Обстановочка То есть Выезжать на ней Сейчас Я вообще не рискну Но пока и не надо Пока Гаражные будни Давай У нас на машине Появилась Кнопка Ютуб Ребят Смотрите Хочу показать Какая история У меня в гараже Каждую весну Когда начинает Все таять Смотрите Что происходит По стене Вот так Сочится Но больше всего Вот с этого Получается Угла И дело в том Что за этой стеной За гаражом То есть Здесь земля То есть Вот так вот По крышу Там идет Вровень с крышей Земля Дальше Ну и там дальше Уже Промзона идет Малыми силами Побороть Вот это Точно Непонятно как Максимум Что могу сделать Снег откидываю Вот такая система Такое технологическое Отверстие Там тряпочку Я приколхозил Болтики держат Вороночку И все это Вот так стекает Дружно В ведерочко К чему вообще Это показываю Просто сейчас На фоне будет Небольшая такая Капель Не обращайте внимания Не удивляйтесь Ну и чтобы вообще Знали Крупным планом Вот так вот Ручеек Выглядит Я надеюсь Это будет Не дольше недели Это продолжаться Вот эта капель Все растает Высохнет И начнется Уже полноценная весна Смотрите Колесо я уже снял Что хочу сказать Центральное отверстие Вот это На ступице И получается Центральное отверстие На диске Они одинаковые 72,6 То есть Никакие шапинаторы Здесь не нужны Это диски 92 стиль Ковка Получается Отверстия У них одинаковые Буду сейчас Менять подкрылок Потому что Он здесь вот съеден Здесь треснут Колодочки Вот смотрите В принципе Колодочки В нормальном состоянии Тормозной диск Ну практически Не сточен Как правда Тонковатый Видимо А Видимо Точили его У токаря Ну видите Риски почти нет Вот этой Супортишки Можно в принципе Их Подчистить Такие Хотелось бы Чтобы они Конечно Были чистенькие Серебристенькие Без Вот этого Ржавого налета На второсборе Где я покупал Подкрылок Там его снял Человек Даже не снимая Колесо Представляете Мастер Я помню В нескольких Видео В моих Человек Один писал Что обязательно Снять Нужно подкрылки Передние Все там Прочистить Все дренажи Чтобы вода Нормально стекала Вот давайте посмотрим Что тут у нас Где какие дренажи А нет Это не дренаж Это просто Какая-то За Чопиком Забитая Чопиком Забитая Какая-то Труба Блок Управления Webasto Ну точнее Не блок Управления Сама Webasto Система Вроде здесь Я не вижу Что здесь Что-то забито Было Грязью Там Для того Чтобы удобно Было Менять Бачок Умывателя Да и в принципе Туманки Я сейчас буду ставить И в бампер Решеточку Тоже хочу найти Я сейчас сниму Бампер И в принципе Намного будет Нагляднее Все это дело Я уже Открутил Здесь По кругу Крепеж Бампер Ну в принципе Он был Не сильно Многочисленный Так скажем Легким движением Руки Вот так Бампер Снимается Значит С бачком Умывателя Фейл Такой Произошел То есть Я вот Такой Бачок Приобрел В принципе Все Вот эти Крепежки Все провода Количество Проводов Шлангов Все совпадает Но вот Это крепление Оно не совпадает То есть Одно Крепление Вот такое Оно С другой Стороны Бачка Такое А вот С этой Стороны Мне надо Вот под такое Крепление А здесь Совсем Другой Калинкор Посмотрите Даже Вот эта Крепежка Она даже Мне не влазит То есть Вот смотрите Это вот Получается Мое крепление Вот такое Сюда Крепится Подкрылок Это уходит У нас Вот сюда Вот так Поперек А вот это Крепление С того Бачка То есть Оно даже Сюда Не залазит То есть Здесь Либо болгарку Подключать Либо Не знаю Но по хорошему Надо найти Бачок Вот Под такое Крепление Соответственно Бачок Надо менять Ну либо Не знаю Либо Как того Если не получится Поменять Найти Подходящий Придется Вот эту Как-то Гнуть И то Ее допустим Поставишь Уже Под крылок Не влезет То есть Еще Я нашел Отличия То есть Бывают Бачки Вот здесь Прямой Такой Рельеф А бывает Вот с таким Вырезом Поеду Значит На авторазбор Еще раз Менять Попробовать Что-то Искать Подходящий Под крылок Тоже Кстати Немного Отличается Там Какое-то Технологическое Отверстие Одно На моем Есть На новом Нету Будет интересно С поиском Запчастей Как бы Не все так Просто Как на первый Взгляд Кажется Здорово Здорово Рома О Совсем Другое Дело Запах Какой Как молоко Прям Проект Подходит Концу Илюх Примерно Тут Маленько Недоразумение Вышло Опа Ничего себе Маленько Компрессии Нету В одном Чилин Вообще Да Вообще Это же стрелка Кедры бьется А вы что-то веселые Таким Рады Что-ли Диман Видишь Расстроенный То есть У вас Реально Полностью Получилось И кузов И мотор А ходовку Не делали В одеяле Черное Матовое Фиолетовое Серое Все-все Как должно быть О А салон Что Кожей будете В детейлинг Студию отдавать Да И пацаны У вас до сва Подойдет Я думаю Нет Сейчас Что-нибудь Сюда Один же Хотя бы Какой там Самый дешевый Триэс Там поставить Как Как вам Идейка Триэс Тяжело Я с камерой Приеду Будем Ну И что Что тяжело Поедешь Террнешь Это же Не гоночный болид Пойдет Нам 100 лошадиных сил Или сколько там А у этого Сколько Лошадиных сил Ну вот Я прям Цвет угадал Это вот этот Сразу видно Да Он не работает Вот он Дырявый клапан Все беленькие Смотри А он Дырявый Да он Вот он Видишь Как трещина А что случилось Ну прогорают Так Опа На Вот Ты получается Просто поменяете Одну штуковину Да Ну Да Или будете По заводской технологии Ну вообще правильно сказать Нет Ну купим Новую головку Там мне кажется И седлу Тоже Что ли Короче Это Вскрытие Покажет Ты сейчас седло будешь смотреть Я сейчас Посухарю Этот клапан Вытащу И посмотрю Что ему не хватает А я-то учился Четыре года В техникуме Да он тоже учился И вообще Все эти седлки Вообще Мне так далеки Сколько Заняло время Вот так разобрать Час Полтора Час полтора Да То есть здесь проще Чем на БМВ Например Да Чуть-чуть А ну считай Четыре этих цилиндра А там восемь В два раза Чем на БМВ Больше Наверное Морду Там разбирать Пойдемся Вот видишь Ромка Вот это клапан Чуть-чуть Да я сфоту Другу твоему Оставлю С дефектом Вот так вот Прогорают Клапана Ну что парни Начнем Техобслуживание Автомобиля С такой вот Нехитрой операцией Старую пробку Я вытаскиваю И вот новую Устанавливаю Можно их сравнить Ну так в принципе Они одинаково выглядят Ну здесь Медный такой налет А с этой стороны Не совсем одинаково Это Которую я заказывал Оригинал Вот так выглядит А стояла у нас С выгравированными Буквами Закрутили Как говорится И забыли Ну старую пробочку Естественно По гаражному Выкидывать не будем Пригодится И так далее Дальше у нас Выкручиваем свечи Смотрим цилиндры Погнали Парни Вот такой вот приборчик Эндоскоп Простенький у меня Который в HD Разрешение Пишет видео Ну в принципе Будет достаточно Примерно Хотя бы понять Что у нас В цилиндрах вообще Так вот В дырочку попал Вот это идет резьба У нас Под свечку Так И сейчас пойдет Цилиндр Вот немного Сфокусировались Что-то совсем Ну прям Я не знаю Вот прям Царапано Такое все Прям дичь какая-то Ну-ка посмотрим Ну вы посмотрите Ну что Разве такой Может быть цилиндр Мне кажется Там фильтры Если Если действительно Так Все печально Там фильтр Был бы просто Весь набит Этой железной стружкой Ну что могу сказать Я на днях Видел у ребят Цилиндры Получается На газели На разобранном двигателе Как-то Как-то там Поинтереснее Все выглядело Покрасивше Здесь Сами посмотрите Вот такое состояние Ну вот Прям такие Ссадины есть Я не знаю Глубокие Прям Вот допустим Вот этот цилиндр Прям хорошо Я сейчас Настроился Правда Такое В уголку Видно Но этот цилиндр Еще более-менее Хотя я еще не знаю Но реально Вот буквально Я вот уголок Вот ловлю Фокус И весь остальной Это цилиндр Я не могу показать Потому что Такое вот оборудование В принципе Достаточно печально Хотя Ну Я особо Не грущу Можно сказать Минус 150к Мотор С задирами Получился И сейчас После того Как я покажу Еще эти кадры После того Как я показал Кадры с фильтром С масляным Мне ее точно Будет не продать Но фишка в том Парни Что машина Не продается Я не знаю С чего решили Там люди Мне в личку Пишут За сколько Они ее купят Она просто не продается Сейчас Я хочу просто На ней поездить Я поезжу И когда Будет желание Я ее продам Я не моторист Ни разу Я первый раз Этим занимаюсь Я первый раз Масляный фильтр резал Первый раз В жизни Я сейчас Лажу в цилиндры Хотя вот этот Эндоскоп У меня уже Наверное полгода лежит На Алиэкспресс Когда-то заказывал Все вам показываю Давайте все это Обсудим В комментах Как вообще Может это нормальные Стенки В общем Давайте Нам есть Что обсудить В комментариях Поговорим На эту тему Почему-то Некоторые Люди Когда смотрят Думают Что я там Плачу Шалуюсь Что вот Какая плохая машина У меня Никаких претензий Абсолютно нет К Мише К ребятам То что я купил Я купил Эти приключения Я в первую очередь Рад что я доехал Это уже Так скажем Мои проблемы И не нужно Переваливать На кого-то Что кто-то виноват Что кто-то должен был Ее до идеала Довести За копейками Продать Это не так Но в общем Претензий у меня Никаких нету И я прошу Не обвинять Мишу Что они Что-то там Не доделали До идеала Не довели Я скажу Больше до идеала Ну и я даже Не обещаю Ее довести Потому что Это мало реально Просто машину Сейчас скомплектуем Ну Покатаемся На ней Опять же Если мотор Приедет Сразу скажу Ну У меня желание Конечно С вами будем Все это решать Голосование Там устраивать Но у меня Нет желания На BMW Мотор Опять Там Менять его Или голову Идет Тусовать Там покупать Что-то Мне кажется Гораздо интереснее Будет Какой-то другой Своломотор Поставить От Газели Например Ну Или от Марка Или от Крауна Какого-нибудь Вот Но это поживем Увидим Всем спасибо За просмотр Жду в комментариях Давайте все это Обсудим Надеюсь Вам понравилось Счастливо Субтитры создавал DimaTorzok